Субтитры делал DimaTorzok Привет, Зая, это тебе. В смысле? Что-то случилось? Я все знаю, Леш. Все-все? Какая страница Фиокии? Я про Светку знаю. И про других. Какая Светка? Не ломай комедию, Леш. Ты, видимо, все правильно. Я все рассказала отцу. Ох, как он взбесился. Тебя уже ищут. Тебе лучше уехать. Просто исчезни. Они уже идут. Беги, Леша. Беги. Стой! Стой, дурак! Стой, убью! Стой, убью! Стой, убью! Здравствуйте. О, Звонцов, ты мне нужен. Слушай, тут одного паренька надо найти, вора. Ну, ладно, идем, задержим, посадим, как полагается. Георгий Владиславович, не переживайте, у меня прайс по-прежнему тот же, 10% у вас скидка есть. Ага, хорошая шутка. В юмористы записался, да? Неудобно, подержи. Послушай, Антон, ну, он ограбил частную коллекцию. Обошел несколько степеней безопасности. Ну, как, нехорошо сработал, засветился на камеру наружного наблюдения. Ну, если засветился, значит, тогда побыть пробить. Так, вот только я твоего совета и ждал, конечно, пробили, вот, вот. Антон, займись, а? Ну, я же знаю, ты когда хочешь, то можешь. Просто этот коллекционер мой хороший друг. Надо? Сделаем. Не переживайте. Это... Это что такое? Что? Не что, а кто? Это я. Это заммэра города. Я вижу, что это заммэра города. Что он здесь делает? Вы же не хотите мне отдельный кабинет давать? Да не хочу, не заслужил еще. Значит, пускай будет здесь висеть. Вот, люди заходят с улицы, раз, смотрят. Сотрудники чистые, опрятные, свежие. Заммэра что? Связи наверху. Оп! Сразу все понимают. Ну, делом займись. Прошу. Да ладно. Ну ты чего? Конь огонь. Конь огонь, да. Отдай-ка я погоняю. Да ну тебя тохнут. Давай, 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 давай. Ну ладно, смотри, не разбей. Побудешь моей пассажиркой. Держи. А это еще кто? Шеф сказал, надо найти. Прикинь, только фотка есть. Серьезно? Как искать будешь? По классике. Поставим, отдам. А дальше по протоколу. Вопрос времени только. Ну что, шикарно, шикарно. Поздравляю. Настюха довольна? Настюха не знает еще. Серьезно? Мой дорогой подкаблучник, ты решил вырваться из-под ига? Я думаю, она мне голову оторвёт. Пекрасно. Слышь, что? А ты в совпадения веришь? Несмотря в какие. Я в новых ботинках три раза в дерьмо наступил. Совпадения? Да ладно. Смотри, как похож. Через дорогу переходит. Давай проверим. Давай. Твою ж. Стоять, полиция! Стоять, полиция! Твою ж. Стоять, полиция! Аааа! Твою ж. Стоять, полиция! Твою ж. Стоять, полиция! Парни, вы его оформляйте, я в отделение подъеду. Где-то через полчаса. Ну, Тоха, я кредит взял, а теперь еще за это платить? Ну, успокойся ты, решимый вопрос. А Настя? Что я ей скажу? Ты представляешь, что с ней будет, когда она это увидит? Да починим мы твой Бэтмобиль, чего тут всего бампер-то, ну, Ромыч? А деньги кто даст, ты дашь? Ну, найдем. Откуда? Ну, у меня есть там тема одна. Вы знаете, кто такой Багир? Ну, а кто его не знает? Большая фигура. Вот-вот, большая и опасная. А мой братишка Леша перешел этой фигуре дорогу. Бамбель, бабло? Баб. Дочь Багирова, Валиды. Я говорил ему, что ничего хорошего не получится, а он, понимаете, с детства был бабником. Только начнет с одной, сразу же другая в разработке. В разработке? Это не моя фраза его. То есть, он изменил дочке Багирова, а та нажаловалась большому папе, так? Да, вот он и спустил всех своих псов. Они, если его не убьют, так пока лечат, это точно. И к гадалке не ходят. Если твой братец любит ходить по лезвию, то его проблемы. А мне это что нужно? Чтобы я шел Багиров на поклон? Нет. У меня есть другая идея. А еще фара? И не только, еще и номерной знак. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алексей, это звонает. Тебе брат должен был позвонить. Открывай. Проходи. Куда? Что? Куда? Налево, на кухне. Давай, я не разуваюсь. Да не важно. Держи. Вляпался так вляпался. Не уже всех моих знакомых обошли, даже на старой работе. Я вообще из дома не выхожу. Милый мой, ну ты знал, с кем связался. А я-то что? Девка красивая, все при ней. Я что, должен знать, кто у нее папа? Если у девки папа Дон Корлеоне, то должен. А ты еще и с другими бабами умудрялся мутить. Казанова недобитый. Слушай, может есть какой-то вариант, как-то договориться. Чего? Максим говорил, что у тебя есть связи. С кем договориться? Что ты им предложишь, деньги? Не смеши меня. Максим предложил один вариант? Какой? Грохнем тебя. В смысле? Да не бзди ты, понарошу. Это что, мне уехать нужно? Ну, года на три, на четыре. У меня тут вообще-то как бы жизнь. Леша. Я вот эту твою жизнь сейчас и пытаюсь спасти и сохранить. Господи, звонарь. Какого ты тут делаешь? И тебе привет. И тебе. Антош, мне еще работать, что надо? Альберт, дорогой, мне нужно тело. Приехали. А как же Надя? Это юморист. Мне нужен труп, которого никто не хватит. Ты с ума сошел? Альберт, ну сжалься ты. Тебе бомжей со всего города тащат, а? Ну спеши ты мне однажды. Зачем? Дело есть. Чувак после смерти хоть что-то полезное сделает. Нет, Антон. Это исключено. А я знал, что ты так ответишь. Я, конечно, в этом не разбираюсь, но дядька в магазине сказал, что этот спиннинг самый лучший. Опа. Ух ты. Звонцов. Ну что? Да все, нет у него вашего барахлишка. Это не мое. Толкнул? Так точно. Известно кому? Да какие-то барыги он сам имен толком не знает. Ну, барыги просто так сами не появляются. Как-то он на них вышел? Ну, вышел. Через интернет. Ладно. Ладно. Хорошо, что мы паренька этого сейчас взяли. Никто же не знает, что он у нас. Мы можем от его имени организовать еще одну. Продажу. Вот. Вот. Вот молодец. Знаешь, одна голова хорошо, а две… Давай, работай. Ай! Здорово. Такая вообще. Крепкая еще. Ну, ты же просил самую дешевую взять. Вот и взял. Так, где Доки на тачку? Доки здесь. Давай. Так, на Алексея задним числом оформим, нормально будет. Слушай, я переживаю, там все нормально будет, и важное опознание повезут. Да там опознавать-то особо будет нечего. Обратно чего, не узнает родную кровь? Как бы мне так исчезнуть? Настя про тачку узнал. Привет. Здравствуйте. Что думала? Значит так, две истории. Мужик велосипедиста сбил, дело развалили. Скучновато. Что еще? Вторая. Сын сотрудника мэрии устроил со своим приятелем доль на пистолетах. Десятки свидетелей и все от показаний отказались. Это интересно. Имена, фамилии. Сейчас. Умнички. Что там таможенников? Он действовать собирается? Если Антон узнает, что я тут с вами… Спасибо. Так, давайте, прощайтесь пока. Давай, давай. Так это что, похороны будут, да? Слушай, можешь взять фотик? Ну, пофоткать и записать там, кто что говорил. Узнаю, кто был настоящим другом, а кто так, фуфло. После твоих выходок, Леш, я думаю, что у тебя мало друзей осталось. Слушай, а Волка придет? Надеюсь, что нет. Еще и их семьи там не хватало. Может, все-таки поговорить с ней? Попрошу прощения, она как-то отговорит отца. Леш, мы десять раз это проходили, с ними разговор бесполезен. Ты понимаешь, я не хочу уезжать, Макс. Леш, брат дело говорит. Давай, поехали, у нас время. Не, ребят, вы знаете, я, наверное, попробую. Вот получится, а не получится. Леш, не тупи, они грохнут тебя. Леша! Я тебя в десять жду на месте, если ты не приедешь, я все отменяю. Вот идиот, а. Как был придурком, так ими остался. Лола, Лола, послушай, давай поговорим одну минуточку. Не надо звать охрану, пожалуйста. Мы уже все друг другу сказали. Ну, дурак. Эта Светка сама ко мне навязалась, честным словом. Где ты, а где она? Да плевать мне на тебя и на Светку твою. Ты когда меня уже в покое оставишь? Да вот твой батя меня грохнет, вот тогда я оставлю навсегда. Я сейчас закричу, и тебя прямо здесь грохнет. Да? Какая же ты сука. Да ты что думаешь, что эта Светка одна у меня была? Да я тебя постоянно бегал налево, тебе ясно? Я сейчас буду кричать. Быстро в машину ко входу. Короче, там заправка. Все, что тебе нужно сделать, это просто поехать и заправиться. Там камеры, да черт, и ни у кого не будет сомнений, что ты был в машине. Хорошо. И это, ну, отпечатков побольше, там, не знаю, ну, бардачок, козырек, там, приборка. Короче, облапай там все, как баб своих лапу. Леш, и лицо повеселее давай. Через пару лет вернешься, про тебя уже забудут здесь все. Да вот это и пугает. Вперед. Чего стоять? Открывай. Это кто? Это ты. Это что, я его вез, что ли? Да. Ну, давайте, доставайте. Чего? Помогай. Чего ты стоишь? Ну, помогай. Да, ну. Давай, мы же не помогаем. Черт. Блин, он воняет. Ромыч, рожек принеси он там в багажнике. Фу, блин. Закрывай. Эй, 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 эй. Руки. И без глупостей. Тихо, тихо, мужик. Меня, меня, меня послушай. Давай договоримся. Ты боссу своему скажешь, что парня упустил. А мы с тобой договоримся. Лады? Мы тут ситуацию решим, а с тобой рассчитаемся потом. Ты идешь со мной. Не-не-не-не. Мужик, вот. Это мент. И он тебя сейчас повяжет, понял? Ты что, дурак? Леш, ты что, какой я мент? Короче. Слышь? У тебя есть два варианта. Либо идешь куда ты там хотел, либо грохни его. Вставай! Э! У нас же трое было. Ты где? Робот! Робот! Робот, в сторону! Робот, в сторону! Другую. Да вижу. Вы, вы, вы! А! Что делать? Хорошо, что у меня патроны хоть левые были с собой. Я как задница чувствовал. Что ты лежишь? Вставай! Леш! Лех, вставай, 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 давай! Вставай! Что делать? Что делать? Звони своим ментам, Ток! Ага. Чтобы я со службы вылетел? Это в лучшем случае. Что делать-то? Что делать-то? Что делать-то, Ток? Да успокойся ты! Надо закончить работу. В смысле? Так. Так. Таможенников. Угу. Так, есть. Прокурор Таможенников отказался поддержать обвинение. Фух. Таможенникова прокуратура открыла проверку нарушений. Ничего себе! Ток, ну что-то… Как-то мы это… Ток, ну что-то ты… Если мы работу не сделаем до конца, Макс деньги не заплатит. Ну какие деньги? Тебе бабки нужны? Нужны. Ну и все. Мы свою работу сделали. А то, что он хвост притащил – это не наша вина. Дай сюда. Долгай. Ну что, тебе реально в машине он? Угу. 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 Наконец-то. Явился. Ты меня в три ночи разбудил. Что я здесь делал, Антон? Возврат товара. Серьезно? Блин, Звонцов, это как? Срок годности вышел. Спиннинг не вернул. Сядись, можете. Ну, чуть зависть. Кушай давай. Как у Антона дела? Нормально, ты же его видел недавно. Что ты у меня спрашиваешь? Просто. Кань, вы мне оба очень дороги. И... И... Ты сегодня странный какой-то. Если у вас что-то произошло, или, может быть, ты, ну, например, дуешься на него за что-то, мы можем об этом поговорить. Я дуюсь на Антона. Это смешно. Нет, у нас с ним все хорошо. Нас очень просто. Обидел, получил по шее, помирились. Что на тебя нашло? Не знаю. Ну, что? А где он сейчас? Ты правда хочешь это знать? Честно говоря, не особо. Ну, правильно. Давай, все уляжется, и... Потом. Все потом. Да, да, да. Ну, тогда... Как и договаривались. Максим. Что? Если что, звоните. Тох, я все-таки не уверен, что это правильно. Ромыч, не нуди, а. Я справки навел. Этот Макс вообще какой-то мутный чувак. Он официально нигде не работает, при этом баблом ворочает. Он нам-то, по сути, заплатил не за то, чтобы мы брата спасли, за то, чтобы просто от него избавиться. Через год, через два расскажем ему. Не знаю. Мне кажется, он даже плакать не будет. А если он бабки обратно потребует, ладно, я его верну. Согласен? Мы эти деньги заработали. Что это вы там заработали, а? На ужин в хорошем ресторане с женой точно заработали. М-м-м, какая заманчивая идея. Может, родителей пригласишь? Ну, идея оказалась заманчивой, только одну секунду. Ты же знаешь, с моим отцом лучше не связываться. Че это? М-м? Потому что это плохая идея. У моего отца даже самый лучший принц рядом со мной будет плохим. А-а-а. Слышишь, Ромыч, она и со мной-то съехалась просто потому, что подальше от отца хочет быть. Я с тобой съехалась, потому что ты самый лучший. Командир, вышли на склад Перекупов, куда вещички вашего друга попали. Ну вот, ну вот. Я же говорил же, можешь. Мы сейчас с ребятами едем туда, нам нужно на добро. Да, давай, давай, давай. А где склад находится? Тупичок в конце Наумовской. М-м. Это в Северном районе. Подожди. У меня там есть знакомая в РОВД. Если что, поддержит. Георгий Влаславович, ты поймать преступников хочешь или спугнуть? Хорошо. Один так один. Ну только не наломай там дров. Рэмбу. Жентльмены, милости прошу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоять! 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 Быстро, полиция! С полнадземлю, быстро, стоять! Полиция! Бросил ствол! Быстро, я сказал! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Звонай! Сейчас! Да, понял. Да, понял, понял. Что случилось? Слушай, звонай, из главка звонили. Какие-то проблемы. Мужики приехали, мы им типа операцию сорвали. Блин, какие мужики? Я понятия не имею. Какие-то из главка. Сказали, что тут подпольно торговали картинами на аукционах. Какая-то целая сеть. Нам им типа операцию накрыли. Пускай они идут в жопу со своей сетью. Тоже верно. Георгий Владимирович, вызывали? Да, Антон, заходи. Знакомься. Это Арцебашев Илья Борисович. Ну, вот и познакомились. Так вот, кто мне операцию угробил. Звонцов? Ну, я приносил извинения. Вы же понимаете, что нас просто не поставили в известность. Я понимаю. А ты понимаешь, что ты мне мое повышение сорвала? Ты понимаешь это? Группировка «Челночники». Да мы их полгода вели. Хотели всю криминальную сеть накрыть. А накрыли что? Маленький складик? Я извиняюсь, но на этом маленьком складике там конфиската было на несколько миллионов. А кто твое мнение вообще спрашивал? Да если бы не я этот складок... Да тебе, Звонцов, Звонцов! Я, наверное, раненько тебя вызвал после ночной. Ты иди, отдохни, поспи. Мы потом пообщаемся. Иди, иди, поспи. Антон, слушай, а что за мужик у Волкова? Знаешь его? Да почти родственник. В смысле? В тесть будущий. Да ладно. Надин отец? Ах да. Слушай, тебя какой-то мужик спрашивал. Он улицы ждет. Спасибо. Звонцов! Мне вас порекомендовали. Есть тема поговорить. Давайте не здесь. Короче, Ромыч, ладно, огурцы-то не будешь, да? Нет. Чипсы есть? Да нет, вовсе Сашки есть же. Ну вот, имени он не назвал. Только, знаешь, туману всякого нагнал был. Работаю на того, чье имя не хочу говорить. И этот кто-то, ему нужно что-то, что хранится у вас в комнате вещдоков. Тох, ну что непонятно, дело хотят развалить. Нет, ты послушай. Я ему прям так и сказал, я говорю, ну, либо ты объясняешь кому что надо, либо досвидос. И? Ну, мы когда склад брали, мы же там выносили все, и среди предметов было, ну, не знаю, типа как яйцо, бриллиантах все. Там стоимость какая-то зашкаливающая. Ну, типа Фаберже, да? Ну, типа Фаберже, но не Фаберже. А этот загадочный хотел, чтобы ты его вернул. Но почему ты? Ведь вещдок опознают и вернут хозяина. А ты догадайся за двух раз. Вор у вора дубинку украл? Какую дубинку? Рома, ты че? Ну, пословица такая. Ты знаешь, кем в итоге оказался этот чувак без яйца? Интересно. Готов? Да. Багиров. Да ладно. Да, и у него яйцо прямо из дома стащили. Интересненькое совпадение. Мне чувак дал его номер, так что я завтра созвонюсь с Биг Боссом и назначу встречу. Ну, если хочешь свое яйцо получить обратно, то... Тош, папа звонил, пригласил нас на семейный ужин, сказал, что хочет тебя лучше узнать. Так странно получилось, мы только об этом говорили. У вас что, астральная связь? Можно и так сказать. Развернись. Чисто. Пройдемте. Не задерживайся, пошли. Шеф, к вам. Заводи. Свободен. Здрасте. Здорово. Нормально тут у вас. Все потом и кровью. Надеюсь, не своей кровью. Слушай, у меня украли ценную вещь. Да, мне сказали уже. Императорское яйцо. Оно стояло в кабинете среди семейных фотографий. Хочешь посмотреть? Да нет, я верю. Семейная реликвия от деда досталась, а этот стервец его свистнул. То есть вы конкретно знаете, кто украл? Конечно. Ты думаешь, что в мой дом кто угодно залезть сможет? Да если бы этот гаденыш сам коньки не отбросил, я бы его... Отдал в руки правосудие. То есть кто-то из своих взял? Ну, не совсем из своих. Своего знакомого Лолита в дом привела. Ну, дочка моя. А почему вы думаете, что это он взял? А кто же еще? Ну, не Лолита же. Отправил своих людей за ним. Но воришка погиб в ДТП. А Гнецов успел сбросить. Теперь оно у вас. Ну да, но в полиции в качестве вещдока. От меня-то что требуется? Звонали. Мне рекомендовали тебя как человека, который может решать проблемы. Почему столько вопросов? Ты мне прямо скажи. Мою вещь можешь мне вернуть? Получается, что Багиров охотился за Лешу не из-за дочки. Так а зачем они наплели тогда все это нам? По поводу измен, жалоб отцу. А Леха сам в это искренне верил. А Лолита всех обманула? Бери шире. Лолита сама и украла это яйцо. И подставила бедного Леху царствие его небесное. Тух, я не понимаю. Что, отец денег не давал? Не знаю. Но я обязательно выясню. А с яйцом что? Отдашь Багирову? Я обещал, но теперь, когда к делу подключился Арцебашев, это невозможно. Мама, она готовила ординат. Не надо было. Надо, надо. Не каждый день ты нас с папой, со своими мужчинами знакомишь. Мужчина множественное число. Ничего не хочешь мне рассказать? Ой, я совсем не это имела в виду. А вы накладываете себе? Да я шучу. Так, мамочка, ты тоже давай хозяйничай. Ну что, как дела в универе? Да, все нормально. А вчера у нас такое было. Наш замдекан, он, в общем, выпивает немного. А вчера совсем готовый. А у него лекция. Он, в общем, напился и прямо на лекции уснул. А то что ты? Агентка наша сперанта. Решил приколоться. И всю лекцию сам провел шепотом. А потом, внимание, на лекцию заявляется комиссия. От ректора. Можете представить себе. Там такое началось. Ох, им там всем весело будет доконать, я чувствую. Да, аспирант не прав. Нельзя подставлять людей, с которыми бок о бок работаешь. Что скажешь на это, звонцовый, а? Ну, он же хотел как лучше. Хотел как лучше. Но вот человека могут должности лишить. Но если бы лектор лучше коммуницировал со своими коллегами, то такого бы не произошло. Ну, вообще-то лектор не обязан докладывать всем о своей работе. Тогда и пусть не обижается, что кто-то делает лучше его работу, чем он. Лучше, не лучше. Что за детский сад? Вообще, что ты знаешь о работе лектора? Судя по тому, что он не мог провести лекцию, вывод можно сделать один. Профессионал, он, мягко говоря, так себе. Что? Вот что, Надь, давай-ка в следующий раз заберемся. Я вспомнил, у меня дела тут не собрались. Приятного аппетита. Илья! Я не понимаю, что произошло? Снакомились. Я тебе говорила. Ну, только что и сервиса пригнали. Ну, я вижу. Смотри, как новое. Угу. Как прошел ужин с будущим тестем? Даже не спрашивай. Поехали. Ну, давай поведу. Нет. Есть интересная подробность. На складе челноков этих был ноут. Я ребят попросил копию жесткого сделать. И там был файлик с контактами всех перекупов. Интересная подробность. И что, ты знаешь, как к ним яйцо попало? Ну, я знаю посредников, которые помогут дочку Багирова прищучить. Тоже уже кто-то за смертью ответить. Так, не гони, здесь надо быть направо. Вот здесь. Тох, можно поаккуратнее? Дверей мне не хлопай. Тох, я тебе сразу говорю, что моя тачка для неспешных прогулок по городу. Если погоня, на своих двоих побежишь. Понял? Открываем, полиция! А там кто-то есть. Так, Ромыч, я эти дворы знаю. Я что, с черного хода зайду. Ты знаешь что, тачку бери и вот перекрой арку, которая следующая, через одну. Тох, я же сказал, ты неспешных прогулок по городу! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Блин, тох, только из ремонта. Починим, не боись. Починим, чтобы я тебя хоть раз подвез еще. Да. Яйцо. Яйцо кто тебя продал? Какое яйцо? Яйцо кто тебе продал? Я спрашиваю. Я упал, мне надо скорую вызовать. Я сильно упал. Вызовем я тебе скорую. Яйцо. Ну, вспоминай быстрее, которое ты перепродал. Кто? Я не знаю никаких яиц, ну, вызовите мне скорую. Давай, прикинь, молоденькая. Ну, вспоминай. Это папа, мужик. Ну, давайте скорую вызовем. Что ты мужик? Что ты станешь, вызови ты ему скорую? Да вызов, вызов. Какой мужик? Что, войти-то можно? Как ты узнал, что я здесь? Угадал. Что тебе нужно? Поговорить надо. Говори. Что, войти-то можно? Что? Да что? Стой! А, ну, конечно. И ты тут. Что ты себе позволяешь? Ну, ты сволочь, а? Так брата подставить. Не пойму о чем ты. Да ладно. Тебя познали. Да. Нет, ну, с тобой-то все ясно. Бабла по-быстрому срубить и нерадивого браться подальше от себя. Да? Да, ну, ты это, ну, неужели из-за бабок? Знал бы ты, как папочка его обожает. Серьезно? Ты приревновала отца к яйцу? Папочка немножко забыл, кто настоящее сокровище. Нужно было напомнить. А твои эти шуры-муры с Лехой Казановой. А? Это чтобы на него кражу повесить, да? Максик хотел его немножко припугнуть, чтобы он исчез хотя бы на время. Лол, ты что делаешь? Это же мент. Максик, брось. Если бы он хотел нас арестовать, он бы сейчас не сидел и не трепал своим языком. Ладно. Что тебе нужно? Деньги ему нужны. Что еще? Пока, мальчики. Сколько? Ну, у меня друг тачку новую разбил. Дважды. Дважды. Ладно. Да, Серега? Ты когда дома будешь? Дома? Ну, через час буду. Разговор есть. Давай. Слушай, по поводу твоего брата. Послушай, ну хватит о нем. Ты знаешь, что я из этого придурка бросил институт? Потому что было не до учебы. Этого идиота постоянно нужно было вытаскивать из-за долгов. Ну, а потом он довел отца до инфаркта. Когда чуть за решетку не закремел. Ты об этом знаешь? А ты знаешь, что он с моей невестой переспал? Теперь у меня ни карьеры, ни семьи, ничего. Спасибо братцу. Да, но ты просто должен кое-что знать. Да, да. Что родного брата подставлять это нехорошо. Я знаю. Но я могу хоть чуть-чуть для себя пожить. С ним будет все хорошо. Он вернется и опять будет портить мою жизнь. Или я не прав? Позвони мне через пару лет. Поговорим еще раз о нем. Я давно думал, с кем из вас первым поговорить. Но раз уж так получилось, как бы я ни поступил, я все равно окажусь предателем. Поэтому я решил решить все здесь. Вот так. Мне уже страшно. Сера, ну ты не томи, ты договори. Я сейчас тебе надумаю, знаешь, что такое. Спокойно. Мы решим сейчас все вместе. Аня, начнем с себя. Я не знаю, что тут у вас произошло. То, что ты делаешь, это подлость. Я понимаю, у тебя есть, наверное, причины так поступать. Но Антон твой брат. И нельзя просто так взять и слить информацию на него в прокуратуру. Ты про таможенников, что ли? Да. Ты стучала на меня в прокуратуру? Тош, я не хотела. Правда, прости, меня заставили. Сестра. Прости, пожалуйста. Кто? Че ты нервный такой? Что происходит вообще? Просто у этого таможенника был зуб на меня И он решил Аньку завербовать Мы решили его развести Но брат, по-моему, ты больше развелся Якобы я такую тайну ненавижу И хочу засадить его в тюрягу Ну и сливаю всякие подробности Зачем? Важно не то, что он сливал Это была пустышка Важно, что она взамен получала Потому что таким образом мы узнаем, что у них на меня есть Понимаешь? Так сказать, держим руку на пульсе Ну-ка, отбей Систер Знаете кто вы? Вы он Вы психи Развели такие Клад Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова